В чем состоит решение? Опять-таки в мире, с точки зрения стандартов, которые есть, это обмен данными. То есть напрашивается вывод, что если у вас есть насосы, то скорее всего насосы есть и у ваших коллег или даже конкурентов. Поэтому если вы в соответствии с каким-то общей идеологией и стандартом собираете данные, обмениваетесь, вы получите некую единую базу, в которой эти дефекты, этих узлов, компонентов на этих единственных оборудованиях будут однотипнее. Существует стандарт. Здесь как раз первый раз упоминается, наверное, стандарт ISO 14224. Кто-нибудь знает про этот стандарт? Я знал. Это именно стандарт обмена данными по надежности оборудования. У него ограничения есть, что он только для нефтехимических и газодобывающих компаний. Но сама структура техстандарта, она применима для любых компаний. Мы его используем для химии, для транспорта, добычи, угля. То есть это, в принципе, уникальный, универсальный стандарт, который описывает принципы именно сбора данных по надежности. Это вот тема нашего вебинара. Его можно найти в интернете, он есть на русском языке. Здесь я просто раскрываю основные его понятия. Ну и пример там будет применения. Сам стандарт этот описывает чуть меньше уровня, чем я вам показывал. Это уровень местонахождения. То есть, да, блок, секция, имеется в виду технологическая цепочка. И, соответственно, вниз это единица оборудования, сбористая единица, узел и деталь. То есть такие четыре уровня иерархии, по сути, объектов в ТАИР, они, собственно, описаны в этом стандарте как элементы управления данными по надежности. Понятно, да? Соответственно, приложение к этому стандарту, ну, по сути, в тексте этого стандарта, есть типовые классы оборудования, которые применяются в нефтепереработке и газодобыче. Соответственно, для этой отрасли есть даже рекомендации по структурированию данных именно на уровне отдельных классов. Но, опять-таки, на базе этого стандарта можно сделать. И мы делаем, как бы, отраслевые стандарты для любой там промышленности. Метология, переработка, энергетика. То есть, сам принцип здесь одинаковый. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова